Продолжение следует... Здесь приведено доказательство по этому замечательному пределу. И давайте разберем пример практически, как на практике используется данный первый замечательный предел. Допустим, необходимо вычислить предел при синус 6х, деленное на 4х, при х, стремящемся к нулю. Необходимо, чтобы свести данный предел к замечательному пределу. Необходимо, значит, и числитель, и знаменатель домножить на 3 вторых. Соответственно, мы видим, предел у нас получается синус 6х, деленное на 6х, при х, стремящемся к нулю. Этот предел, первый замечательный предел сведен к нему. Соответственно, он равняется единице. И ответ будет 3 вторых. Второй замечательный предел – это... Здесь приведено доказательство второго замечательного предела. Но я скажу вкратце, что данный предел при... Единице плюс 1, деленное на n в степени n, при n, стремящемся к бесконечности, данный предел равняется е. Число е – это называется пределом числовой последовательности. И здесь приведен... Давайте разберем практический пример. Допустим, необходимо вычислить предел 1 плюс 5, деленное на х, степени 3х, при х, стремящемся к бесконечности. Нужно его свести ко второму замечательному пределу. Что мы сделаем? Мы домножим и разделим на 5х, деленное на 5, и 5, деленное на х в степени. Если мы будем сокращать, это будет давать нам единицу. Получится. Поэтому, сведя это к замечательному пределу, мы можем сказать, что данный предел похож на второй замечательный предел, и он равняется е. И в ответе у вас получается е в 15 степени. Здесь вам представлены практические задания, которые вы можете выполнить, используя формулу 1-2 замечательного предела. И приведен список литературы, которую также вы можете использовать при изучении теоретического материала.